В Армении есть силы, которые не хотят изменения ситуации к лучшему. Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмят Гаджиев в своей статье для «Политика». По его словам, правительство Азербайджана неоднократно предлагало обеспечить армян Карабаха продуктами питания, лекарствами и другими товарами, используя маршруты, более быстрые и короткие по сравнению с Лачанской дорогой. Но почему-то международное сообщество и медиа считают приемлемой идею о том, чтобы этнических армян, проживающих в Азербайджане, обеспечивала соседняя Армения. Согласно договоренности, от 1 сентября дороги Лачан-Ханки-Анди и Агдам-Ханки-Анди должны были быть открыты синхронно, однако этого так и не произошло. Армянская сторона активно пытается сохранить статус серой зоны в регионе и делает всё возможное, чтобы не был достигнут мир с Азербайджаном. Однако азербайджанская сторона, в свою очередь, неоднократно давала понять, что не хотела бы потерять возможность достижения мира. По словам Хикмета Гаджиева, международное общество думает, что армяно-азербайджанский конфликт отличается от других подобных, и эти два народа просто не смогут ужиться вместе. Однако история показывает, что до войны 1990-х годов азербайджанцы и этнические армяне жили бок о бок в мире, в Карабахе и в других городах Азербайджана, так же, как и в самой Армении. Азербайджан – многонациональная и многоконфессиональная страна. Сегодня здесь проживает 30-тысячная еврейская община. Грузины, русские, украинцы – все они являются частью современного азербайджанского общества. Хикмет Гаджиев подчеркивает, что армяне Карабаха не являются здесь исключением. Интеграция жителей Карабаха, армянской национальности, политический, экономический и социальный спектр жизни Азербайджана является важным этапом на пути к восстановлению устойчивого и долгосрочного мира во всем регионе. Как известно, до Первой Карабахской войны азербайджанцы и армяне жили по соседству в Карабахе в мире и согласии. К тому же стоит отметить, что на территории Азербайджана проживают представители десятков национальных меньшинств, среди них русские, грузины, таты, евреи и так далее. Если в статье Хикмета Гаджиева основным посылом выступает призыв соседей к миру и интеграции, то в интервью Никола Пашиняна тому же самому изданию «Политика» прослеживаются совсем иные настроения. Своими ответами премьер-министр Армении искажает ситуацию, говоря о том, что в переговорном процессе с Азербайджаном нет атмосферы доверия. Причём доверия в Армении, по словам Пашиняна, нет не только по отношению к Азербайджану, но и к посредникам в урегулировании конфликта. Говоря о посредниках, он также оценил роль и эффективность российских миротворцев в Карабахе. «Да, российские миротворцы провалили свою миссию. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что если бы в Нагорном Карабахе не было российских миротворцев, то в этих условиях ситуация в Нагорном Карабахе была бы лучше». Эксперты отмечают, что Армения, как и другие страны, признаёт Карабах частью Азербайджана и не имеет никакого права обвинять в чём-либо третьей стороны. А уж тем более Россию, которая просто выполняет условия договорённостей от 10 ноября 2020 года. Слабое звено во всём этом именно Армения, которая затягивает мирный процесс. Эксперты в этом единодушны. «Миссию, в общем-то, Россия не провалила свои миссии. Миссию провалили армяне, они, в общем, способствовали тому, чтобы она... Была провалена, потому что Россия выполняла скрупулёзно то соглашение, свои обязательства, которые она взяла на себя после окончания 44-х дневной войны. Что касается России и ОДКБ, и Армении, которая была в ОДКБ, то Россия и не обязывалась защищать Карабах, который, в общем-то, является на теме части Азербайджана». Зато премьер-министр Армении не забыл поблагодарить за серьёзную поддержку Европейский Союз, который направил на границу гражданскую миссию наблюдателей. Не забыл Пашинян поблагодарить и Соединённые Штаты, с которыми в сентябре этого года на территории Армении начали совместные военные учения. При всём этом он отметил, что оказываемой поддержки для решения задач всё ещё недостаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова